Турецкий язык, урок номер 43. Степени сравнения. Сегодня мы с вами рассмотрим степени сравнения в турецком языке. По-турецки, переводится как предложение сравнения, то есть когда мы сравниваем несколько предметов. Предметы мы можем сравнивать по их качествам, то есть по определениям или по-турецки сыфатлар. И поэтому можно сказать, что сегодня мы рассмотрим именно степени сравнения прилагательных в турецком языке. Степени сравнения в предложении могут выражаться при помощи слов Daha, En, Kadar, Gibi, Göre. Это как бы основные слова, при помощи которых мы можем выражать степени сравнения. Давайте посмотрим, какие степени сравнения у нас есть. У нас есть сравнительная степень. И мы можем выражать сравнительную степень тремя вариантами. Первый вариант это мы можем делать без помощи вспомогательных слов. Тогда у нас вот такая формула. Мы берем два предмета. Первый предмет. Дальше у нас идет второй предмет в исходном падеже Ayrilmahali. То есть у нас аффикс будет здесь четыре вида dan, den или tan, den по гармонии гласных и согласных. И дальше у нас идет определение или сыфат, то есть прилагательное, которое указывает по какому качеству. Рассмотрим на примерах, чтобы было более понятно. Например, вот в таком виде, как есть именно в формуле Fahre, Fihden, Küçük. Будет переводиться как мышь меньше слона. То есть у нас есть Fahre, мышь. Потом есть второй предмет. В данном случае у нас слон. И мы в исходном падеже Fihden, то есть мышь относительно слона, от слона, Küçük, маленькая. Или можно Fahre, Fihden, Küçük, Tür. Вы такой вариант тоже можете встретить, когда аффикс dir, у которого есть восемь вариантов, может присоединяться к последнему прилагательному. Так как мы этот аффикс еще не проходили и так как он на самом деле необязательный, я во всех предложениях в нашем уроке не буду его применять. Но только за исключением некоторых предложений. Потому что этот аффикс имеет различные значения, но его часто используют, когда у нас предложение это какое-то утверждение, которое всем известно. Или этот аффикс может придать качество этому утверждению, усилить его. Но здесь мы постараемся его не использовать и не забивать пока им нашу голову. Теперь по переводу. Смотрите, как получается по-турецки. Если дословно нам переводить, то получится мышь фильден. От слона. То есть относительно слона маленькая. Дословно мышь маленькая, чем слон. Или относительно слона. Но мы по-русски так не говорим. И поэтому у нас получается, что по-русски мы должны перевести правильно, как мышь меньше слона. Я это говорю для того, чтобы вы... Дальше у нас будет формула с дополнительным словом доха. И для того, чтобы вы уловили маленькую разницу. Маленькое отличие. Так как смысл в русском языке будет очень похож. Если, например, мы хотим сказать, что слон больше мыши, то мы сначала берем слона. Филь. Больше, чем кто. Чем фаре. Фареден. И его качество. Бюк. Филь. Фареден. Бюк. Слон больше мыши. Или филь. Фареден. Бюк. Тюр. Опять же, смотрите, дословно будет как слон большой, чем мышь. Но в русском мы говорим слон больше мыши. Смотрим еще примеры. Например, Руссия. Тюркеден. Соук. Россия холоднее, чем Турция. Или переставляем. Тюркед. Руссия дан. Сыджак. Турция теплее, чем Россия. Лимон. Портакал дан. Экщи. Лимон кислее апельсина. Да, вот смотрите, дословно получается. Лимон кислый, чем апельсин. Или инсан маймундан акылы. Человек умнее, умный, чем обезьяна. Человек умнее обезьяны. Инсан маймундан акылы. Возьмем еще один пример. Однан бойджа арзудан узун. Однан бойджа. Это значит ростом, по росту. Арзудан узун. Выше, чем арзу. Однан бойджа арзудан узун. Теперь посмотрим следующий вариант, когда сравнительная степень у нас образуется при помощи вспомогательных слов. И мы здесь будем использовать слово ДАХА. Вот у нас есть первая конструкция. Она очень схожа с предыдущей. У нас есть первый предмет. Потом второй предмет в исходном падеже. Потом слово ДАХА, которое обозначает БОЛИЕ. И потом определение качества, по которым мы определяем, по которым мы сравниваем два предмета. Например, Ахмед БИЛЯЛЬ ДЕН ДАХА ЧАЛЫШКАМ. Или Ахмед БИЛЯЛЬ ДЕН ДАХА ЧАЛЫШКАМ ДЫР. Но ДЫР мы не берем. Ахмед более старательный, чем БИЛЯЛЬ. Вот здесь слово ДАХА добавляет как бы более старательный, чем БИЛЯЛЬ. Или меняем местами предметы и можем сказать БИЛЯЛЬ АХМЕД ТЕН ДАХА ЗЕКИ. Или ДАХА ЗЕКИДИР. БИЛЯЛЬ более умных или умнее, чем Ахмед. Как бы на самом деле слово ДАХА добавляет там более, усиливает качество, по которому мы сравниваем. Но в переводе на русский язык мы можем переводить умнее или предыдущее предложение старательнее. Здесь я пишу просто со словом более, для того, чтобы вы увидели небольшую разницу с предыдущим вариантом. ИСТАМБУЛ БОЛЬШЕ ЧЕМ АНКАРА. Или УЧАК ТРЕНДЕН ДАХА ХЫЗЛЫ. Самолет быстрее ДАХА ХЫЗЛЫ. Более быстрый, да? Чем поезд. Самолет быстрее поезда. ЩЕФТАЛИ ЭЛЬ МАДАН ДАХА ТАТЛЫ. Персик СЛАЩЕ ЯБЛОКА ДАХА ТАТЛЫ. СЛАЩЕ ЧЕГО ЧЕМ ЯБЛОКО. ЭЛЬ МАДАН. ЩЕФТАЛИ ЭЛЬ МАДАН ДАХА ТАТЛЫ. АСЛАН ТАВ ШАНДАН ДАХА КЮЧЛЮ. ЛЕВ СИЛЬНЕЕ ЗАЙЦА. Здесь я хочу сказать, что слово ДАХА в турецком языке используется не только для того, чтобы усилить качество прилагательных. У этого вспомогательного слова есть очень много применений. И поэтому я здесь всего касаться не буду. Мы здесь рассматриваем применение этого вспомогательного слова только в предложениях, где мы сравниваем предметы. Посмотрим еще несколько вариантов, которые не совсем стандартные по этой формуле, но по смыслу должны быть понятными. Например, ДАХА И БИР ИЩ АРЁРУМ. Я ищу работу получше. Здесь есть сравнение в этом предложении. Я ищу работу получше. У нас должна быть точка, от которой мы отрасываем, чем что. Я ищу работу лучше той, которая у меня сейчас есть. Или у меня есть несколько предложений по работе, и я из них выбираю лучше, чем остальные. Работу лучше, чем остальные. Тоже есть определенное сравнение, несмотря на то, что не совсем по нашей формуле. Или еще один пример. БУ ЭРЕЦМЕН ДАХА ГЮЗЕЛЬ АН НАТЬЁР. Этот учитель объясняет лучше. То есть ДАХА ГЮЗЕЛЬ лучше. И здесь точно так же. Лучше, чем КТО. У нас это как бы выпадает. Мысленно мы понимаем, что здесь должно быть так. БУ ЭРЕЦМЕН ДЕР ЭРЕЦМЕН ЛЕРДЕН ДАХА ГЮЗЕЛЬ АН НАТЬЁР. То есть этот учитель объясняет лучше, чем другие учителя. Но вот это, чем другие учителя, может опускаться в данном случае. Но мы понимаем, что это подразумевается. Или еще пример. БИЗЕДАГА ГЮНИЩПИР ЭВЛАЗМ. Нам нужен дом попросторнее. Попросторнее, чем тот, который нам показывают. Или попросторнее, чем дом, который мы имеем. БИЗЕДАГА ГЮНИЩПИР ЭВЛАЗМ. Но далеко не будем уходить от этой темы. Все-таки мы здесь посмотрим именно предложения, в которых мы сравниваем два предмета. Переходим к следующей формуле. Так же при помощи вспомогательных слов. И здесь немножко меняется у нас формула. У нас идет предмет. Следующий у нас предмет в направительном падеже. Мы добавляем к нему аффикс в направительном падеже А или Э. Потом слово ГЮРЕ, что будет переводиться как «Относительно». Дальше добавляем уже по стандарту слово ДАХА – БОЛЕ и определение, то есть прилагательное. Смотрим примеры. РОМАН ШИРЕ ГЮРЕ ДАХА КОЛАЙ ОКУНЬЁР. РОМАН ДАХА КОЛАЙ ОКУНЬЁР читается легче ШИРЕ ГЮРЕ в сравнении или относительно со стихом. Или САКЫС ЧИКОЛАТАЯ ГЮРЕ ДАХА И САТЫЛЁР. ЖВАЧКА ДАХА И САТЫЛЁР продается лучше ЧИКОЛАТАЯ ГЮРЕ по сравнению с шоколадом. Вот эта форма А и ГЮРЕ примерно как по сравнению или относительно. КОДНЛАР ЭРКЕКЛЕРЕ ГЮРЕ ДАХА УЗУНЬ ЯШАР. ЖЕНЩИНЫ ЖИВУТ ДОЛЬШЕ по сравнению с мужчинами. Или в русском языке мы можем сказать чем мужчины. Женщины живут дольше чем мужчины. КОДНЛАР ЭРКЕКЛЕРЕ ГЮРЕ ДАХА УЗУНЬ ЯШАР. БЕНЗИН МАЗОТА ГЮРЕ ДАХА ЧАБУК ЯНАР. Бензин горит быстрее ДАХА ЧАБУК ЯНАР. МАЗОТА ГЮРЕ по сравнению с дизелем. По турецки мазот называют дизель. БЕНЗИН МАЗОТА ГЮРЕ ДАХА ЧАБУК ЯНАР. Ещё один пример. ЖАГУАР ЛЕОПАРА ГЮРЕ ДАХА ХЫЗЛЫ КОШАР. ЯГУАР бежит быстрее ДАХА ХЫЗЛЫ КОШАР по сравнению с леопардом. Или быстрее леопарда. Ягуар бежит быстрее леопарда. Смотрите, в русском языке все три варианта. Если, например, мы будем без помогательных слов. То есть ЖАГУАР ЛЕОПАРДА ХЫЗЛЫ КОШАР. На русский язык будет переводиться как Ягуар бежит быстрее леопарда. Или мы можем сказать с вариантом ДАХА. Например, ЖАГУАР ЛЕОПАРДА ХЫЗЛЫ КОШАР. Ягуар бежит быстрее леопарда. На русский язык переводим так. И точно также это предложение у нас ЖАГУАР ЛЕОПАРА ГЮРЕ ДАХА ХЫЗЛЫ КОШАР. Тоже переводится как Ягуар бежит быстрее леопарда. В русском языке никакой разницы нет. В турецком языке смысл практически одинаковый. Просто мы его выражаем немножко разными формами. То есть первый вариант у нас Ягуар быстрый, чем леопард. Второй вариант Ягуар более быстрый, чем леопард. И третий вариант Ягуар по сравнению с леопардом более быстрый. Смотрим дальше. Например, Трамп ХИЛАРИЕ ГЮРЕ ДАГА МАНТЫКЛЫ КОНУШЁР. Трамп говорит логичнее ДАГА МАНТЫКЛЫ ЧЕМ ХИЛАРИ или по сравнению с ХИЛАРИ. ХИЛАРИЕ ГЮРЕ. И посмотрим несколько примеров, где точно так же у нас из двух предметов один предмет может как бы выпадать. Но хотя по смыслу он там как бы присутствует. Например, САЛЫМ ЯЧЕН ХАВТАЯ ГЮРЕ ДАГА ИИ. МОЕ САМОЧУВСТВИЕ. Вообще САЛЫК это здоровье, САЛЫМ МОЕ СДОРОВЬЕ. Но мы же по-русски так не говорим, поэтому будем говорить МОЕ САМОЧУВСТВИЕ. ДАГА ИИ ЛУЧШИ ЯЧЕН ХАВТАЯ ГЮРЕ по сравнению с прошлой неделей или чем на прошлой неделе. Получается здесь у нас как бы один предмет, это МОЕ САМОЧУВСТВИЕ. И мы говорим, что оно лучше. Дальше идет сравнение, чем МОЕ САМОЧУВСТВИЕ на прошлой неделе. Но здесь откидывается два раза предмет, который относительно просто времени, он не употребляется, не говорится. Или, например, ИСТАМБУЛ ЭНДЖЕ СИНЯ ГЮРЕ ДАХА КАЛА БАЛЫК. ИСТАМБУЛ БОЛЕЕ МНОГОЛЮДНЫЙ ДАХА КАЛА БАЛЫК. ИНДЖЕ СИНЯ ГЮРЕ по сравнению с предыдущим, с прошлым временем, чем был раньше. ИНДЖЕ это раньше. Здесь тоже по идее у нас получается как должно быть так. ИСТАМБУЛ ЭНДЖЕ КИ ИСТАМБУЛА ГЮРЕ ДАХА КАЛА БАЛЫК. То есть, сегодняшний ИСТАМБУЛ по сравнению с предыдущим, с прошлым ИСТАМБУЛом более многоледный. Но так как у нас здесь идет просто один предмет ИСТАМБУЛ и относительно времени прошлого и сегодняшнего, мы два раза этот предмет не называем. И точно так же ДЕНИС ДЮНЯ ГЮРЕ ДАХА СОУК. Море холоднее, чем вчера. ДЕНИС МОРЕ ДАХА СОУК холоднее ДЮНЯ ГЮРЕ по сравнению с вчерашним морем. ДЕНИС МОРЕ ДЮНКИ ДЕНИС МОРЕ ДАХА СОУК. То есть, правильно будет так. Но два раза, чтобы не повторять один и тот же предмет, потому что у нас здесь только меняется время, мы его называем один раз. Теперь посмотрим превосходную степень. Она у нас образуется при помощи вспомогательного слова Н, которое переводится как САМЫХ. То есть, мы добавляем определение. Слово САМЫХ получаем, например, самый быстрый, самый маленький, самый красивый и так далее. Например, ЧИН БЮЛГЕНИН ЭН БЮЮК УЛЬКЕ СИДЫР. Китай ЧИН БЮЮК УЛЬКЕ СИДЫР. Самая большая страна БЮЛГЕНИН В РЕГИОНЕ. Здесь у нас Н и БЮЮК. Самая большая. Или ХАВАИДАКИ МАУНА КЕА ДЮНЯНЫН ЭНЬ ЮКСЕК ДАЛЫДЫР. МАУНА КЕА, которая находится на Кавай, это самая большая гора в мире. Вот в этом и в предыдущем предложении я добавил аффикс ДЫР, наверху УЛЬКЕ СИДЫР или внизу ДАЛЫДЫР. В этих предложениях лучше добавлять. Почему? Потому что здесь как утверждение, у нас предложение, утверждение. Мы утверждаем, Китай самая большая страна в регионе. И это утверждение несет неоспоримый характер. Потому что все об этом знают. Это какая-то константа. Вот тогда мы можем усилять этот смысл при помощи аффиксов ДЫР. Ещё пример. ЭНЬ КИСА ЗАМАНДА ГЁРЮЩМЕК ДЕЛЕИЛИ. Тогда говорят, когда прощаются иногда, говорят, до встречи в ближайшее время. Или когда пишут мэйл. То в конце тоже вот так ставят. ЭНЬ КИСА ЗАМАНДА В САМОЕ БЛИЖАЩЕЕ ВРЕМЯ ГЁРЮЩМЕК ДЕЛЕИЛИ. До встречи. Но мы в русском не говорим так до встречи в самое ближайшее время. Мы просто говорим до встречи в ближайшее время. Или, например, «Список самых популярных веб-сайтов». «Самых популярных». Ещё пример. «Какое место самое мягкое на нашем теле?» Ещё пример. Это самый смешной анекдот, который я слышал. «Н-комик» – самый смешной. Ещё посмотрим примеры. Например, «Н-саде кек-тарифи» – рецепт самого простого кекса. «Н-саде» – самый простой. Или «Тюркия-нин-эн-илгинч-исимляри». Самые интересные имена «эн-илгинч» в Турции. «Тюркия-нин-эн-илгинч-исимляри». Или ещё пример. «Тарихин-эн-адимасыз» и «эн-юнлю-кескин-нишанжи». «Самый беспощадный-эн-адимасыз». И самый знаменитый «эн-юн-лю-кескин-нишанжи» – это снайпер в истории. «Тарихин-эн-адимасыз» и «эн-юн-лю-кескин-нишанжи». Здесь должно быть всё понятно. Просто слово «самый» добавляем перед прилагательным. В принципе, как и в русском языке. И посмотрим. Третья у нас – это степень равенства. У нас есть два варианта. Как мы можем образовать предложения, в которых мы приравниваем один предмет к другому. Первая формула у нас – идёт один предмет. Далее второй предмет плюс слово «кадар», которое будет переводиться как «настолько же». И плюс наше определение, то есть качество, по которому мы приравниваем эти два предмета. Например, «Бу эв безим эвимис кадар бюк». «Этот дом настолько же большой, эвимис кадар бюк». «Настолько же большой, как и наш». «Безим эвимис кадар бюк». Или «Сен де онун кадар околысен». «Ты настолько же умный, как и он». Смотрите, в предложениях со словом «кадар» часто после первого предмета ставится ещё «де», что переводится «то же». «Сен де ты тоже онун кадар настолько же околысен». «Умный, как и он». И ещё есть один нюанс в этом использовании, когда мы в степени равенства. У нас предложение, то здесь обратите внимание на то, что мы используем местоимение в протяжательной форме, что отличается от русского языка. То есть, по идее, здесь переводится как «сен де онун». Видите, здесь не «о кадар», не «как он», а «как будто как его». Мы на русский язык переводим как «он». Посмотрим ещё примеры. Например, «Темель дурсун кадар джомер дейль». «Темель не настолько щедрый, как дурсун». «Дурсун кадар джомер дейль». Не настолько щедрый, как дурсун. «Ван гёлю байкал гёлю кадар дэрин дейльдер». «Озеро Ван» не настолько глубокое, как Байкал. Ещё пример. «Бизде букву нуда сизин кадар энди шелиз». Мы настолько же взволнованы в этом вопросе, как и вы. И вот здесь тоже обратите внимание, что мы не говорим «бизде букву нуда сиз кадар энди шелиз». Мы говорим «сизин кадар энди шелиз». Это просто нужно запомнить и использовать в такой форме. Ещё посмотрим. И также возьмём несколько предложений, где у нас есть один предмет, а второй предмет как бы замаскированный. Его как бы и нету, но по смыслу он как бы есть. Например, «Я не настолько хитрый, как Айхан». То есть видите, у нас есть как бы второй предмет «Айхан кадар». Но первого предмета нету, но первый предмет на самом деле это «я». И мы просто его в конце выражаем тем, что аффикс первого лица добавляем. Или следующий пример. «Сизин кадар мутлу дэйлис». Мы не настолько счастливы, как вы. Здесь тоже нет «нас», но мы в конце добавляем аффикс первого лица множества числа. И получается, что по смыслу здесь мы как бы есть. И опять же обращаем на момент, что мы не говорим «сиз кадар мутлу дэйлис», а мы говорим «сизин кадар мутлу дэйлис». В притяжательной форме. Или ещё пример. «Ода сянин кадар бени и таньёш». «Он знает меня настолько же хорошо, как и ты». И здесь тоже обращаем внимание на то, что у нас не «ода сэн кадар», а «ода сэнин кадар», то есть в притяжательной форме. «Бени и таньёш». «Он знает меня настолько же хорошо, как и ты». И также степень равенства мы можем выражать при помощи вспомогательного слова «гиби». Формула как предыдущая, только вместо слова «кадар», то есть «настолько же». Мы добавляем слово «гиби», что переводится как слово «как». Например, «бен бьюкис кендер гиби джесур векоркусус олмак истерум». «Я хочу быть храбрым и бесстрашным, как Александр Македонский». То есть я здесь как бы приравняю себя. Я хочу быть таким, как Александр Македонский. «Бен бьюкис кендер гиби джесур векоркусус олмак истерум». Или, например, «Бугунь Денис буз гиби соук». «Сегодня море холодное, как лед». Вот здесь смотрите, различие со словом «кадар». Я здесь не хочу сказать, что море холодное настолько же, как и лед. Я хочу сказать, что оно как лед. «Бугунь Денис буз гиби соук». Или «Юрекляриташ гиби серд олмуш». «Их сердца стали твердыми, как камень». Опять же, я не хочу сказать, что их сердца настолько же твердые, как камень. А я хочу сказать, что они как камень. «Юрекляриташ гиби серд олмуш». Или еще пример. «Гёздляри беним гиби коюках верен гиме». «У нее глаза темно-коричневые, как и мои». То есть я ее глаза хочу сравнять, приравнять с моими. «Такие же ли они». Еще пример. «Герчек пирдос дал гиби салам олмалы». «Настоящий друг должен быть надежным, как скала». «Дал гиби». И еще. «Бейзанэн дичлэри инджи гиби бейас». «Зубы бейзы, белые, как жемчуг». И также предложения, в которых первый предмет может как будто бы не существовать, но он есть. Например. «Бугунь Балык гиби сускунсун». «Ты сегодня молчаливый, как рыба». Вот слово «ты» мы выражаем просто личным, добавляя личный аффикс к слову «сускун». И поэтому получается у нас как будто бы здесь один предмет, но на самом деле есть и второй. «Бугунь Балык гиби сускунсун». И последний пример. «Башарлы бир инсан». «Успешный человек». «Аслан гиби, как лев, юрек ли олмалы». «Должен быть отважным». «Башарлы бир инсан, аслан гиби, юрек ли олмалы». На этом степени сравнения у нас в принципе закончились. Хочу своих подписчиков попросить именно в степени равенства. Вот в данном примере со словом «гиби» я не смог правильно расставить запятые в русских предложениях. Потому что в каких-то предложениях как будто их надо ставить, в каких-то предложениях как будто их и не надо ставить. Если кто-то мне может с этим предложением помочь и правильно расставить запятые, пожалуйста, напишите в комментариях, я буду очень вам признателен. На этом урок закончен. Надеюсь вам понравилось, если понравилось ставьте лайки, делитесь видео. Спасибо за внимание, до скорых встреч!